Я Сергей Никольский, я рассказываю о голландской живописи Золотого века, и это видео будет про сюжет картины. Вообще-то правильно было бы сказать про иконографию, только слово это уж слишком скучное. Если же дать определение, что иконография занимается идентификацией и описанием изображений, то вообще уже можно обойтись без снотворного, а если вернуть про типологические признаки и схемы, то тогда это видео вообще никто не будет смотреть. Но я постараюсь рассказать интересно, потому что иконография на самом деле и важна, и интересна. Если на картине 17 века, и не только 17, и 16, и 15 изображалась история, любая история, библейская, античная или местная, местная в смысле, что в Голландии голландская, в Италии итальянская, эта история должна была быть сразу понятна зрителю. Зритель не должен был думать, а что тут такое изображено. В общем-то это довольно похоже на современное кино. Я очень люблю сравнивать живопись с кинематографом. Сравню еще раз. Сейчас, когда мальчик 10 лет идет в кино, он сразу же должен понять, а кто тут главный злодей. И главный герой тоже должен быть определен, чтобы не было никакой двусмысленности. Точно так же картина в 17 веке не должна была быть смутной, потому что кристальная ясность сюжета, кастинга и атрибутов всегда ценились и всегда будут цениться публикой. А как сделать, чтобы публика поняла, что у нас тут на картине? А для этого каждый сюжет изображался по определенным правилам. И вот как раз эти-то правила и описывает иконография. Что ж, сразу с места в карьер возьмем первую букву алфавита А, пусть это будет ангел на А, и посмотрим, как изображались сюжеты с ангелом. Итак, действие разворачивается в интерьере, туда входит, там появляется ангел и там сидит женщина. Что это такое? Ну, разумеется, это благовещение. Однако же бывают тонкости. На самом деле есть два сюжета с благовещением и второй, второе благовещение, особенно был популярен у католиков. Архангел Гавриил пришел к Марии и сказал, что она скоро умрет. В этом случае у ангела в руке будет пальмовая ветвь, а у Марии обычно не будет книги. Этот сюжет довольно-таки редкий. Ну, кроме того, еще и в обычном сюжете иногда у ангела бывает пальмовая ветвь. Так что бывают разные тонкости, и каждый раз надо решать, а что же тут изображено. А теперь про другой сюжет. Там показывают пейзаж, и там сидит женщина, и рядом стоит ангел. А еще там обязательно должен быть источник или колодец, какая-то вода. Что это такое? Это ангел и агарь в пустыне. Я все-таки не буду пересказывать все эти библейские сюжеты. Во-первых, все это есть в Библии, во-вторых, даже в Википедии можно почитать. Просто скажу еще раз. Ангел, женщина, источник воды, и все это в пейзаже – это ангел и агарь. Следующий сюжет, где бывают ангелы. Опять-таки должен быть пейзаж, желательно река, но можно и без реки, ангел и рядом с ним юноша. А у юноши – рыба. Что это такое? Это история из книги Товита про Товию. Опять-таки историю я не пересказываю, каждый может найти. Но еще известный сюжет, когда Иаков борется с Богом, всегда показывает пейзаж, и мужчина борется с ангелом. Всем понятно, все знают. Следующий сюжет с ангелом – это освобождение Петра из темницы. Ну, тут должна быть темница, чтобы было понятно, что это тюрьма. Должны быть спящие воины, ангел, который вводит человека оттуда. Ну, еще известный сюжет с ангелом. Старик пишет что-то в книге или просто сидит с книгой, а рядом с ним ангел. Что это такое? Ну, конечно же, это евангелист Матфей, апостол Матфей. Приходит на память следующий сюжет – это жертвоприношение Исаака. Там должен быть Авраам, должен быть юноша на жертвеннике, может быть сзади баран, которого потом принесли в жертву. И, конечно же, с небес должен слетать ангел и останавливать Авраама, чтобы нож у него выпал из руки, или просто держать Авраама за руку. Что-то в этом роде. Сюжетов с ангелом гораздо-гораздо больше. И что интересно, все эти сюжеты публика знала, и художники умели правильно изображать. Нет, конечно же, художники иногда ошибались. Вот, например, Благовещение, где у Марии книга, а ангел с пальмовой ветвью. Может быть, это первое Благовещение, может быть, второе. Художник тут был не особенно четок. Иногда в определении сюжета ошибаются кураторы музеев. Вот, например, гравюра из Реак-Ньюзеума, и тут написано, что это Благовещение. Как бы не так. Смотрите, ангел и женщина, но они на фоне пейзажа. То есть это ангел и агарь, про которую я говорил. Тем более, вон видна вода. Часто, кстати, про эту гравюру говорят, что это копия с Рембрандта. На самом деле, это копия с картиной Фердинанда Бола из Гданьска. Так что, кураторы ошибаются? Ну, конечно, ошибаются. Вообще, все ошибаются. Просто надо вспомнить фразу из Евангелия. Там ангел, войдя к ней. То есть подразумевается место, куда можно войти. А вот пустыня, где Агарья увидела ангела, к таким местам не относится. Войти в пустыню трудно. Кроме того, если бы это была Мария, то она сидела бы в менее подчиненной позе и читала бы книгу. В Первом Благовещении, как я сказал, очень часто Марии читают книгу. То есть до сих пор с ангелами было все просто. Иногда картины бывают очень похожи. И тогда надо обращать внимание уже на самые мелкие детали. И, например, возьму двух близнецов. Две картины одного и того же художника Фердинанда Бола. Та же самая композиция, та же самая схема. Ну, чуть-чуть он изменил атрибуты. И вот два совершенно разных сюжета. Первая картина – это «Сон Иакова». Из книги «Бытия», 28 глава, тут показаны луч света с неба, ангелы в луче, лестница и спящая на земле фигура. То есть Иакова снится сон. Но умели ли зрители 17 века обратить внимание на все эти детали? Ну, в общем, да. Раньше в Библии узнали кто-то лучше, кто-то хуже. Но такие сюжеты, в общем-то, могли определить все. А теперь вторая картина Фердинанда Бола – это «Жертвоприношение Гидеона». Тут надо чуть подробнее рассказать про сюжет, потому что там будет дальше несколько Гидеонов. Итак, вот несколько стихов из Библии. «Гидеон выколачивал тогда пшеницу. И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобой муж сильный». Гидеон сказал ему, «Если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною». Гидеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки. Мясо положил в корзину, а похлебку вил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий, «Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и вылей похлебку». Он так и сделал. «Ангел Господь простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся от глаз его». Тут в последнем стихе как раз самые важные атрибуты, которые все художники и показывали на своих картинах, на своих гравюрах везде. И мы видим тот же самый ангел у Бола в том же самом месте, но не в луче света, а он касается жезлом камня. На камне пламя, а Гедеон понимает, что стал свидетелем чуда. Так что как художник должен изобразить Гедеона, чтобы всем было понятно, что это Гедеон? Ну, это очень просто. Рядом должен быть ангел, у него должен быть жезл, а на камне пламя. Еще одно жертвоприношение Гедеона, другой ученик Рембрандта, да, Фердинанд был учеником Рембрандта, а это Гербранд Ванденекхаут. На земле лежит цеп. Помните, в первом стихе, который я привел, там Гедеон молотил зерно. Так что это еще один из признаков, по которым определяют сюжет. Правда, изображают цеп не всегда. Бывают атрибуты, которые не совсем обязательны. Иконография всегда долгожительница. Если бы она быстро менялась, то тогда покупатели, клиенты, публика, зрители, они бы отставали, они бы не понимали, и самое ужасное, они бы не покупали. Зачем какая-то история, которую мы не понимаем? Вот еще два жертвоприношения, и это гравюры. Одна конца 16 века, а другая конца 18 или даже начала 19 века. Два века между гравюрами изменился стиль, графики абсолютно, однако же иконография та же самая. При этом гравюры сделаны в разных странах. 16 века из Антверпена, а поздняя гравюра из Франции. Они не голландские, просто схема, иконография, она везде прочна и неизменна. И сразу всем понятно, что тут делается. А на самом деле, конечно же, иконография и еще древнее. Вот миниатюра 14 века. И опять же, остановка фигур, ну, похожа. То есть иконография приходит из далекого прошлого и не меняется. И это при том, что композиции, гравюр, живописи, миниатюры, скульптуры строятся по своим законам. Законы законами, а иконография та же самая. Почему вдруг изображали столько гейдуонов? Маленькая история из первой книги Судей. И вдруг столько картин, столько гравюр. В общем-то, традиция и инерция тому виной. Публика хочет то, что она знает. И если художники вдруг начинают делать картины с гейдуоном, то публика и хочет гейдуонов. И их производится очень много. Часто еще художники делают то, что делают другие художники. И тут я чуть расскажу про то, как Библию, в общем-то, не очень знали. Даже не то, что не знали, а то, что традиция художников была важнее текста, который они иллюстрировали. И это будет история про Филиппа и Евнуха. Крещение Евнуха. И я тут показываю несколько картин. Это из «Деяния апостолов», когда апостол Филипп встретил богатую повозку, и там был вельможа Евнух из римской администрации, и апостол Филипп крестил его. Заметьте, что Филипп и Евнух на всех этих картинах стоят на берегу. Между тем, как в «Деяниях апостолов» написано нечто совсем другое. А именно, глава 8, стих 38. «И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду Филипп и Евнух, и крестил его». В «Эксте» сказано, что это все происходило в воде, а тут на берегу. Почему? Потому что художники не смотрят в Библию, потому что художники смотрят на то, что делают другие художники, и повторяют это по-своему. Так было всегда, и так будет всегда. Вообще же сейчас историческая живопись кажется несколько смешной, и она устарела, говоря по правде. Дело в том, что она от нас очень далека. Когда мы видим какую-то фигуру, ангела, и кто-то там сидит, лежит, стоит, то нам непонятно, что это такое, поэтому мы от сюжета отстранены. Ну, я не говорю про любителей живописи. Если бы на картинах исторических, то есть на картинах с сюжетом, были показаны рок-звезды, актеры или политики, то тогда это, конечно же, было бы гораздо более притягательно. Воспринимать живопись в отрыве от сюжета могут, к сожалению, немногие. Вся историческая живопись, не только на библейские темы, но и на любые другие темы, она опирается на иконографию. Просто иначе быть не может. И я покажу одну картину, которая очень похожа на картины Бога, которые я приводил, но это уже не Библия. Вот смотрите, здесь та же самая стоящая в центре чуть слева фигура и некто, сидящий справа. Чья эта картина, кстати, никто не знает. Ее приписывали Рембранту, потом Карлу Фабрициусу. Все эти атрибуции отвергнуты. Сейчас автором считают или неизвестного ученика Рембранта, или же известного его ученика, а именно Говерта Флинка. Когда мы находим такую цепочку из разных имен, то обычно это означает, что автор картины неизвестен. Так вот, картина неизвестного художника исполнена в неизвестном году. А что тут изображено? А изображен тут неизвестный сюжет. Ну, известна, правда, коллекция. Ну, хоть что-то нам известно. Это коллекция Лихтенштейн в Вадуце. Как называется эта картина? Дело в том, что каждой картине нужно дать какое-то название. Иначе не годится. Иначе кураторы музея бесплатно едят свой хлеб. Так вот, картина называется «Неизвестный сюжет с Дианой и охотником» или же «Диана и эндемион». Если это Диана, то это не эндемион точно. Потому что тут мужчина не спит, а бодрствует. А девственница Диана, потому и позволила себе влюбиться в мужчину, что тот девству ее никак не мог помешать. Ну, он все время спал. Дианой фигура стала из-за атрибутов, которые всегда у этой богини. Колчан, копье и воинственный вид. И еще охотничьи собаки. Однако не увязка. Видите, там колесница у Дианы. Так у Дианы колесница всегда запряжена оленями с золотыми рогами. Правда, иногда колесница ее брата, Аполлона, тоже бывает с лебедями. Так что, объясняя сюжет, говорят, что, мол, брат подвез сестру и остался на заднем плане ждать, когда она вернется назад. Но почему-то он остался там без божественного сияния. Нет, нет, нет. Такое объяснение все-таки неправильно. Иногда говорят, что, может быть, это Афродита и Адонис. Тут совпадает колесница, запряженная лебедями, и кавалер-охотник. Говорят, что оружие собаки у богини любви могут означать жалкую ее попытку отобрать собак у своего любовника и предотвратить ту охоту, где он погибнет. А вот фигура все-таки это не богиня любви. По-другому изображали Афродиту. Это, конечно, может быть Селена, которая это в оригинале и влюбилась в эндемиона. Во время Ренессанса ее посчитали Дианой, то есть отождествили этих двух богиней. Но тут тоже неправильно, потому что почему тогда собаки и охота, а колесница у Селены должна быть напряжена конями. Словом, непонятно. И на самом деле много сюжетов нам до сих пор непонятно. Однако же таблички у этих картин всегда однозначные. Ну, я не знаю, почему так музей решил. Вероятно, чтобы не нервировать публику. Однако иногда бывает, что у картины пишут историческая сцена, и не пишут какая. И это случилось с одной ранней картиной Рембранта. Вот она, она висит в Лайдене в музее Лакенхау. И тут надо вспомнить, что Рембрант самый исследованный из голландских художников. Масса народу им занималась, и то, что люди не понимали, а что там на картине, как-то неудобно. Поэтому приходили большие, великие рембрантоведы и давали свое объяснение, а что же тут изображено. Через какое-то время приходили другие рембрантоведы, говорили, что все до них были неправы, и давали свое объяснение. А потом еще объяснение, а потом еще. И таких объяснений их больше дюжины. И я их здесь приведу. Итак, начнем этот длинный список. Арест и Пилат перед царем Фаантом в Таврии. Следующее толкование. Это Саул дает оружие Давиду. Следующее. Это Кориолан завоеватель. Другое название. Суд консула Юния Брута. Следующее. Приговор сыну Манлия Тарквата. Милосердие Тита. Паламет перед Агамемноном. Саул и Ионафан. Консул Цириал и германские легионы. Лудольф и Конрад Рыжий перед Оттаном Первым. Великодушие Александра. Еще одно великодушие. На этот раз великодушие Клавдия Цивилиса. И еще одно великодушие. Великодушие императора Фердинанда Второго. А теперь милосердие. Милосердие Карла Пятого. Клятва Горациев. Несправедливый суд Пизона. Занятие, конечно, кажется абсолютно смехотворным. Самое удивительное, что оно до сих пор не выходит из моды. Дают и дают новые объяснения. И пытаются объяснить, а что мы тут видим. Но это редкий случай, когда картине так и не присвоили никакого названия. Обычно картинам названия присваивают. И вот идешь в музей, и видишь, и понимаешь, и помнишь. А на самом деле все не так гладко. Вот знаменитая картина Рембрандта из Реальд Мюзеума. Еврейская невеста. Ага. Невеста. Впрочем, она сейчас уже не невеста. Сейчас она стала портрет Читы в виде Исаака и Ревекки. То есть и нашим, и вашим. Это такой исторический портрет, когда люди заказывали себя в виде каких-то персонажей из Библии или из античной истории. И еще тут кивок в еврейскую сторону. Ну, как-то было бы уж совсем неприлично, если бы забыли про еврейскую невесту. В начале 19 века считали, что это отец с дочерью невесты, то есть еврейской невестой. А потом появилась другая версия. Что тут пожилой мужчина соблазняет молодую и доступную девицу. Что не так и отличается от первоначального порнографического варианта, который Рембрандт потом замазал. Там женщина сидела на коленях у мужчины, абсолютно неприлично, при этом он хватал ее за грудь. Это вполне укладывается в иконографическую традицию приставания соблазнения. Видите, что иконография была и даже в жанровых сценах. Потом эту картину начали трактовать ветхозаветно. Сначала это были Иуда и Тамар. Это как раз сюжет, где иконография тоже позволяет хватать за грудь и сидеть на коленях у партнера. Потом это были Руфт и Буаз, Товия и Сара, Артаксеркс и Эсфирь, Авраам и Сара, Ревека и Исаак, Яков и Рахиль. То есть кого только не предлагали, а это значит, что точно-то никто не знал. Были разные догадки. То, что потом это стало еврейской невестой, ну просто все успокоились, надоело тыкать пальцем в небо. Время шло, менялись моды. И тут Рембрандт стал певцом своих современников. И, конечно же, изменились названия этой картины. Картина стала портретом. Титус и Магдалена ван Ло. А потом имена изменились. Считалось, что тут изображены Дон Мигель де Бариос и Абигаль де Пинья. И еще раз изменилась Бартоломеус Вайланд и Элизабет фан Сваненбург. Было еще предположение, что это просто аллегория семейного счастья. Потому что на одной небольшой гравюрке иконологии Рипы, я говорил про Рипу в прошлом видео, в следующем видео я буду говорить много уже про символы и про эту книгу с иконологией. Так вот, в иконологии Рипы были изображены обнимающийся мужчина и женщина. Ну, раньше считалось, что все художники только и делали, что копировали свои сюжеты из этой книги. Полная ерунда. Понять, что на этой картине не помогает даже сохранившийся подготовительный рисунок Рембрандта. Вот он. Тут Исаак и Ревека занимаются любовью, а царь Авимелих подсматривает. Ну, в бытие там написано Авимелих, царь Филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою женою своею. Но потом-то Рембрандт изменил композицию, он сделал не так, как на рисунке. А потом, к сожалению, через какое-то время кто-то эту картину сильно обрезал с нескольких сторон. Так что пропал весь антураж. И поэтому понять, что на халте изображено, теперь невозможно. И тут надо сказать пару слов про движение души и эмоции. Рембрандт очень часто во всяких книгах и статьях, передачах объявляется великим, потому что он умел показать человеческие эмоции, как никто другой. Так что получается, вот есть картина, где показаны человеческие эмоции, никто не отрицает, что там какие-то эмоции есть. И показал их самый великий мастер. И вдруг нам непонятно, а что это за эмоции тут изображены. Это Титус и Магдалена Ван Лоу, Иуда и Тамар, еврейская невеста, пожилой пристает к молодой. Везде эмоции должны быть различны. И вдруг те же самые лица подходят и для одного, и для другого, и для третьего. Так что, когда говорят, что Рембрандт показывал движение души, не верьте этому. Ну, я еще приведу один пример дальше. Еще несколько картин Рембрандта. Коротко про две и подольше про одну. Почему Рембрандта? А потому что про Рембрандта знают все. Потому что про Рембрандта написано тысячи книг. Ну так что же нам известно про сюжеты вот этих картин Рембрандта? Первая работа называется «Мужчина в доспехах». Это сейчас картина «Мужчина в доспехах». А раньше, а раньше она была Александром Великим, Марсом, Богом войны, Афиной, Палладой и Беллонной. Была она еще и Ахиллом, и Аполлоном. Ну, надоело гадать, и написали, что это «Мужчина в доспехах». Кстати, вполне может быть именно «Мужчина в доспехах». Потому что если Рембрандт хотел бы показать нам кого-то из вышеупомянутых, он бы там написал правильные атрибуты, правильную иконографию. Следующая картина, как она называется? Она называется «Спор стариков». Раньше это было гораздо более определенно. Это были апостолы Петр и Павел. Это было два философа. Картина называлась «Гиппократ и Демокрит». «Демокрит и Гераклит». «Илия и Елисей». Что же из этого верно? Ну, неизвестно, что верно, но если назвать картину «Спор стариков», то уже никто подкопаться не сможет. Ну, а теперь про картину, которая, вероятно, многим известна. Это «Давид и Иоаннафан» из «Эрмитажа». Сначала давайте решим, что мы видим, когда смотрим на эту картину. И чем мы там восхищаемся. Ну, на самом деле все по-разному. Восхищаются, конечно. А еще есть стандартные ответы. Так почему эта великая картина? И вот как «Эрмитаж» отвечает на этот вопрос. Картина написана Рембрандтом на вершине славы. Большая изобразительная сила в том, как художник показывает глубину чувств героев при расставании. Заметьте, опять глубина чувств. Безутешен Давид. Сдержанно печален Иоаннафан. Да, и тут еще раскрытие эмоций и душевных движений. А свет – это форма воплощения художественной мысли Рембрандта. Рассказ о драме чувств и отношений человека. Кстати, определения эти не на «вы». Еще в 17 веке ученик Рембрандта Самуэл Ван Хокстраттен говорил, что Рембрандт лучше всех показывает движение души. Вот какой старый штамп. В 18 и 19 веках еще не знали, что тут изображено. Правда, когда Осип Соловьев купил эту картину в 1716 году для Петра I, то на аукционе картина шла под названием «Давид и Иоаннафан». Но с тех пор картине этой пытались дать новое название. Я скажу чуть дальше почему, а пока как же она называлась? А называлась она «Возвращение блудного сына», «Примирение Иакова и Исава», «Примирение Давида и Авессалома», а совсем недавно заподозрили, что тут Давид и Менфифосфей. Откуда? Ну, была такая пьеса популярная в 17 веке, и подумали, что Рембранд взял сюжет оттуда. Но все эти названия неверные. Если это блудный сын, то он одет слишком роскошно. Помним, что он ел со свиньями, не мог он быть так расфуфырен. Исав. Нет, тоже не Исав. Исав должен быть сильно рыжим. Может быть, это Авессалом? Длинные волосы подходят под описание. Только в тексте Авессалом падает лицом на землю. Ну и что, может быть, Рембранд неправильно это написал, как однажды он написал Филиппа и Евнуха на берегу, а не в воде. Тоже не подходит, потому что есть рисунок Рембранда, и там Авессалом лежит лицом на земле. И тут мы надеемся, что сюжет рисунка определили правильно, потому что, опять-таки, кто знает. Да какие же тут трудности с названием Давид и Ионафан? Дело в том, что Давид Белокур только в русском синодальном переводе Библии. В ивритской Библии на иврите он рыжий. В нидерландском переводе 1637 года он рыжеватый. У Рембранда есть еще картины, где изображен Давид. Две картины до Давида и Ионафана и одна после. И там Рембранд написал Давида с черными короткими волосами. На всех рисунках с Давидом и Ионафаном, которые вышли из мастерской Рембранда, сцена изображена не как в Эрмитаже, а совершенно по-иному. Там Давид в бедной одежде и коленопреклонен, а Ионафан роскошно одетый и с мечом, и он стоит перед ним. И тут Рембранд продолжал традицию своего учителя Питера Ластмана. У Ластмана тоже Давид на коленях, а Ионафан роскошно одет. Так что про название этой картины думали и думают до сих пор, кстати. И тут я скажу, как все-таки не стоит идти слишком в глубину. Вот что пишут про нашу картину. Одежда у Давида слишком роскошна, по мнению ученых. Правда, несколькими стихами раньше Ионафан на самом деле подарил Давиду свой богатый наряд. Но потом речь шла в этой истории про торопливое бегство Давида через окно. Про то, как он прятался. И тут полный парад и золотое шитье, ну как-то не подходят духу. И тут колчан на картине, он тоже царапает глаз. Потому что оружие Ионафан отдал слуге. Возраст Ионафана на картине библейской истории не соответствует. Тут слишком он взросло-пожилой. Так вот, такой разбор логичный и вроде бы естественный. На самом деле он тому, как работали художники в 17 веке, не подходит. Да не подходит и современным художникам. Художники не были профессорами теологии. Они не были знатоками Библии. Они не читали иудейские древности Иосифа Флавия. Так что вряд ли они долго-долго-долго думали, как нам изобразить эту сцену. Как я уже сказал, они знали, как каждая сцена изображается. И изображали приблизительно то же самое, но каждый по-своему. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то очень хорошо. Но они не трактовали Библию своими картинами. Они её иллюстрировали. Просто иллюстрировали. Кроме того, и заказчики этих картин тоже не были особыми знатоками Иосифа Флавия и Библии. Они не цеплялись к каждой детали. Им важна была картинка. Красивая картинка. И они её получали. Иногда. И обращу внимание на эмоции. Вопреки расхожим определениям Эрмитажа, мол, раскрытые эмоции и душевные движения, чувства героев на картине, но, вероятно, не такие и понятные. Когда отец встречается с сыном, я говорю про блудного сына, там должна быть радость, ну и трагизм. У примирения братьев, если это Иаков и Исав, должны быть другие чувства. А когда Давид прощается с Иоаннафаном, друзья расстаются, то тогда должна быть горечь. И тут вдруг выходит, что все эти разные чувства подходят одной и той же картине. Совсем как еврейской невесте. Кроме того, это ещё не картина Рембрандта. Что значит не картина Рембрандта? Как так? Ха-ха. Вот что написал третий том проекта Рембрандт про эту картину. Он обругал её на нескольких страницах, сказал, что это слабая работа кисти ученика Рембрандта, и написал, работа кисти тут слишком декоративна, а не функциональна. Ха, кто знает, что это такое, я не знаю. Цветовая гамма к стилю Рембрандта не имеет никакого отношения. Значит, не Рембрандт? Потом в пятом и шестом томе вдруг, я не знаю, что там сработало, какие были резоны, эта картина снова становится картиной Рембрандта. Развернуться на 180 градусов как-то было неприлично, поэтому написали, да-да, конечно, у картины несбалансированная композиция, слабый стиль и неважное качество. Зато, так почему же это Рембрандт? Зато эмоции настолько выразительны. Опять-таки, эмоции, душевное движение на основании этого серьёзные искусствоведы решают, что Рембрандт, а что нет. Ерунда какая. Да, и так. Зато эмоции настолько выразительны, а одежда так старательно выписана, что это, конечно, Рембрандт. Ура, 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 ура. Пара заключительных слов. Конечно же, сюжет картины важен. Однако, если непонятно, что там изображено, то я умоляю, не надо просто так выдумывать. Вы сбиваете меня и всех вокруг и занимаетесь переливанием из пустого в порожнее. При этом надо помнить, сюжет – это не главное проявление шизофрении у искусствоведов. Когда они говорят про символическое значение картины, про что я расскажу в следующих видео, это бывает ещё страшнее и ещё ужаснее. Я призываю всех следовать музею Лакенхау в Лейдене, где висит картина Рембрандта и написана «Историческая сцена». И никому от этого не больно. Здесь видео заканчивается. Спасибо за внимание.